МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня состоялось очередное заседание Гордумы. Экономическая преступность под контролем в Рязанской прокуратуре прошла коллеги по поводу предотвращения преступлений в коммерческой сфере. История пуговиц в Рязанском Кремле открылась выставка, посвященная этой детали одежды. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Стало известно, что Рязанский областной суд отменил постановление регионального избиркома в отношении восстановления списка кандидатов на выборы в облдуму от партии Возрождения России. Вчера в суде было рассмотрено заявление регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». Свою просьбу «Справедливая Россия» мотивировали тем, что кандидаты от партии Возрождения и ее оргкомитет не представили в областную избирательную комиссию документы в соответствии с требованиями закона. Суд выслушал участников процесса, изучил материалы дела и постановил заявление регионального отделения «Справедливая Россия» удовлетворить. То есть Рязанское отделение партии Возрождения России вновь отстранено от участия в выборах депутатов Рязанской областной думы. Решение Рязанского областного суда может быть обжаловано в течение пяти дней. А теперь о городских событиях. Сегодня состоялось очередное заседание Рязанской городской думы, в ходе которого народные представители рассмотрели весьма значимые вопросы для жителей областного центра. На внеочередном заседании городской думы депутаты приняли ряд важных для города решений. В частности, были одобрены изменения в генеральный план города. Так, скверное пересечение улиц Горького и Вединской получит официальный статус «зеленой зоны». Вместо общественно-жилой зоны на карте города появятся зоны городских парков, скверов и бульваров. Предложенные изменения прошли процедуру публичных слушаний, по итогам которых принято положительное заключение. Депутатами городской думы одобрено изменения в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям. В него дополнительно внесены 32 земельных участка, расположенных на территории поселка Божатково. Ранее земельные участки многодетным семьям уже предоставлялись поселки Божатково, а также поселки Храпово и деревни Букрина Рязанского района. Бюджетникам из сел и поселков Рязанской области компенсируют расходы на капитальный ремонт и общедомовые нужды. Такие изменения в закон о предоставлении компенсации по плате коммунальных услуг отдельным категориям специалистов сельской местности утвердили депутаты облдумы. Отдельные категории граждан – это социальные работники, работники культуры, медицинские работники и педагоги. Сюда все относятся вся сельская местность, поселки городского типа и такие мало населенные города, кроме крупных городов Рязанской области. То есть это достаточно большая категория нашего населения. На это потребуется в год приблизительно выделить из областного бюджета около 17 миллионов рублей. А накануне прошел круглый стол по проблемам малого и среднего бизнеса. По словам министра экономического развития и торговли Рязанской области Светланы Горячкиной, в регионе работают более 47 тысяч фирм и компаний, в которых занято свыше третье трудоспособного населения. То есть, согласно статистике, область занимает второе место в Центральном федеральном округе и восьмое в России по числу малых предприятий на 100 тысяч жителей. Ну а сегодня рязанские прокуроры обсуждали проблемы преступности в экономической сфере. В областной прокуратуре прошло совещание, на котором представители правоохранительных органов региона обсудили вопросы, касающиеся правонарушений и преступлений в сфере реализации прав субъектов предпринимательской деятельности. За истекший период текущего года в органах прокуратуры в указанной сфере выявлено более 900 нарушений, в целях устранения которых было принесено 158 протестов, внесено 299 представлений, и числа рассмотренных 155 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении 24 должностных лиц были возбуждены административные производства. Один из должностных лиц предостерегались о недопустимом совершении закона. Один материал был направлен в порядке части 2 статьи 37 для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица. Первый зам прокурора области Михаил Монахов в своем докладе также озвучил результаты осуществления надзора в данном направлении. По его словам, прокуратурой области выявлялись факты отсутствия необходимого правового регулирования в сфере оказания государственной поддержки малому и среднему бизнесу. Меры реагирования в связи с несоответственно ремонтированных актов бездействия органов местного самоуправления в сфере реализации программы государственной муниципальной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса принимались прокуратурами Клепиковского, Рыбновского, Спасского, Шатского района. При осуществлении надзора в сфере оказания государственной муниципальной поддержки были установлены отдельные факты нецелевого использования бюджетных средств, выделенных в рамках муниципальных программ на развитие малого и среднего бизнеса, а также факты ненадлежащего осуществления контроля за их целевым использованием органов власти. Также докладчики озвучили наиболее распространенные нарушения в отношении предпринимателей области, а затем обсудили наиболее действенные пути решения этих проблем, при этом отметив, что работу эту необходимо налаживать комплексно. А то, что в экономической сфере трудится весьма много предприимчивых дельцов, становится понятно и по сводкам от рязанских полицейских. К ним регулярно поступают сообщения от жителей о нарушениях взглодательства России в коммерческих структурах. Один из последних примеров нарушений – это организация пункта приема металлолома на улице Фирсова. Проезжая по улицам Рязани, можно увидеть многочисленные вывески и рекламные щиты, рекламирующие различные пункты приема металлолома. Но не все из них работают по закону и установленным правилам. Чтобы выявить нелегальные пункты приема лома цветного и черного металла, рязанские полицейские проводят регулярные рейды. Один из последних обнаружил нарушение на улице Фирсова. В данном пункте приема лома цветных металлов было выявлено нарушение пункта 16, установив правила приема лома и цветных металлов. В отношении виновного лица был составлен протокол по статье 14.26 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно закону, прием металлолома у горожан за деньги могут осуществлять лишь организации, у которых есть соответствующие лицензии, и которые неукоснительно соблюдают правила по обороту вторсырья. Собственно говоря, эти нормы позволяют полицейским контролировать оборот металлолома и препятствовать сбыту ворованного металла. Однако в пункте на Фирсово стражи порядка зафиксировали, что приемщик принял у посетителя вторсырье, не спросив паспорт и не задокументировав акт приема металлолома в специальном журнале. Теперь приемщику грозит штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей. Тем временем рязанские спасатели посетили Шиловский район и провели с местными жителями профилактические беседы. Главная тема встреч с людьми – это, конечно, безопасность. Начальник главного управления МЧС России Призанской области Сергей Филиппов посетил с рабочей поездкой Шиловский район. Он встретился с главой района Василием Фоминым. В целом, в ходе проведения месячника безопасности, хотелось бы особое внимание обратить на, конечно, воспитание детей в преддверии учебного года. Также в рамках всей области будут проведены мероприятия, на которые будет особое внимание обращено на, будет оказана адресная помощь именно жителям, которые нуждаются в этом. Это ветераны Великой Отечественной войны, другие малообеспеченные семьи. Далее оба руководителя посетили поселок Прибрежный. Там состоялось показательное занятие по вопросам обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятие прошло в рамках месячника безопасности, который проводится рязанскими спасателями с 14 августа. Помимо встреч с жителями, начальник регионального управления МЧС Сергей Филиппов провел авиапатрулирование территории Шиловского района и с воздуха оценил защищенность населенных пунктов от различных угроз, в том числе и от лесных пожаров. А теперь о культуре. Стало известно, что фестивальное лето на Почтовой завершится в эту пятницу. На празднике будет отмечаться ореховый спас с продажей и дегустацией блюд из орехов. Запланирован также и праздничный концерт. А накануне организаторы рассказали, какие мероприятия намечены на пятничный вечер. В администрации города состоялась пресс-конференция, посвященная закрытию сезона фестивального лета на Почтовой улице. В организации проведения праздников на главной пешеходной улице города участвовали управление Рязани, муниципальные учреждения, творческие коллективы, студии и организации Рязани, Коломный, Луховиц, Нижнего Новгорода, Липецка и других городов. На конференции подвели итоги проекта. Рязанский вернисаж, который собрал очень много мастеров, прикладников, художников, показал, что действительно улица по праву считается центральной, по праву считается туристически привлекательной. И это говорит о том, что каждую пятницу на Почтовой много людей, которые приходят, отдыхают, покупают, смотрят, активно участвуют во всех конкурсах, занимаются фитнес-зарядкой. Я думаю, что наш проект получился. Евгения Власова также подчеркнула, что благодаря этому проекту управление культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования смогли познакомиться с новыми творческими коллективами, талантливыми людьми, получили эмоциональный задел на будущее. Идея создания фестивальной улицы пока является уникальной среди других регионов. Ценность данного проекта именно в неповторимости каждого мероприятия. Мы видим отклики от рязанцев. И хочу сказать, что не только рязанцы приходят на Почтовую по пятнице, но очень приятно слышать, что из Каллина приезжает к нам на пятничные встречи, из Луховиц приезжает молодежь. И на вопрос, откуда узнали, из интернета. Так интересно у вас здесь происходят какие-то движения на улице, что нам тоже захотелось поучаствовать и поприсутствовать. В течение двух с половиной месяцев на Почтовой, ставшей главной кашекодной улицей города, прошло порядка 15 разноплановых развлекательных мероприятий, праздников, выставок, продаж и вернисажей. В эту пятницу, 28 августа, гостям предложат целый комплекс лучших творческих поступлений, интерактивных площадок и мастер-классов, которые были представлены на праздниках и фестивалях в течение сезона. Организаторы пообещали, что закрытие фестивального лета не станет завершением праздников на Почтовой. Уже сейчас рассматриваются варианты продолжения проекта в другие сезоны, хотя и не в таких количествах, как летом. На этой неделе в певческом корпусе Рязанского Кремля открылась выставка пуговиц. Пуговица – вещь вроде бы незаметная, однако весьма примечательная со своей многовековой историей. Пуговица – застежка, эмблема, оберег и брошка. Таково название открывшейся выставки. В бытовой истории человечества пуговица занимает отнюдь не последнее место. В Рязанском Кремле пуговицу сделали главным героем музейной экспозиции. Вниманию посетителей представлено более 500 предметов, позволяющих проследить историю развития, столь важные для человека детали. Конечно, основная функция пуговицы – это застегивать. Но кроме этого, в названии нашей выставки мы говорим о всех ее функциях. Потому что пуговица – это застежка, эмблема, оберег и брошка. Потому что пуговица не только застегивала, она служила познавательным знаком. По ней можно было узнать, какому ведомству человек принадлежит, или какому роду войск она могла украсить одежду. И, наверное, самое древнее назначение пуговицы, по крайней мере, у нас на Руси, это как раз оберег. Пуговица защищала от злых сил. Пожалуй, самым древним экспонатом, который представлен вниманию зрителей, стали пуговицы старой Рязани, относящиеся к XII-XIII векам. Они помогают воссоздать облик предков современных горожан, уделявших внимание более практичности, чем красоте внешнего облика. Пуговицы использовались прежде всего для скрепления одежды. Совсем иную функцию приобрела пуговица в XVIII веке. Она стала служить больше для украшения одежды, в связи с чем делалась из перламутра и золота, украшалась сложным узором, а часто превращалась в настоящий рассказ. Совершенно особую функцию приобретали пуговицы у военных. Они служили не только знаком принадлежности к тому или иному рангу, но и в целом свидетельствовали о принадлежности владельца мундира к своеобразной касте. Впрочем, широко представлены в экспозиции не только пуговицы из прошлого, но и знакомые каждому образцы, найти которые можно у многих дома. Сейчас и они с эклаковым покрытием или незатейливым узором приобретают ценность музейного предмета. И несмотря на то, что в современном мире пуговицы уже не являются предметом первой необходимости, есть мнение, что этот замечательный аксессуар будет с нами еще долгое время. Как считают исследователи, около 5000 лет существует вообще пуговица. Но, по крайней мере, в таком виде, в каком мы не привыкли, гораздо позже, уже где-то с 13-14, наверное, века. И до сих пор она жива, значит, наверное, и дальше будет существовать. Потому что, если мы говорим о пуговице, то когда-то была атрибута мужской одежды. А где-то уже с 19 века ее, свои одежды очень интенсивно стали использовать активно женщины. И раз женщина мне понравилась, и они нашли применение, я так думаю, что и дальше они будут находить возможность ее использовать. А оценить все богатство пуговиц можно на выставке, которая будет работать в певческом корпусе Рязанского Кремля до 4 октября. И на этом наш выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. И речь в беседе пойдет о принятых депутатами решениях на сегодняшнем заседании. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова